Добрый день. Я бы хотел рассказать в своем докладе о некоторых новых видениях, которые предоставляет для нас компания Unity для того, чтобы упростить нашу жизнь. Назовем это, в принципе, оптимизация нашего рабочего процесса как такового и возможность нас, как программистов, спокусироваться более на интересных задачах, чем каждый раз в каждом проекте выполнять одно и то же монотонное действие, пытаться как-то его решить и обыграть различные нюансы в этом. Ну и, в принципе, оптимизация может быть, так как у нас конференция посвящена больше мобильной разработке, она сводится к различным аспектам. Это как использование нагрузки на железо, использование общей памяти, графической памяти и, в принципе, объем работы, которую мы должны сделать для того, чтобы получить готовый проект под ключ. То есть, либо какой-то этап этого проекта, если у нас частичная часть работы. Вот. Кто я? Я занимаюсь программируемом уже около 10 лет. Начинаю я свою карьеру программиста с мобильного разработчика под iOS. Дальше у меня был этап, когда я занимался разработкой 2D игры под мобильные девайсы. То есть, в своей работе я использовал различные движки и библиотеки. Начинаю от COCOS 2DX, заканчивая Unity и Unreal, плюс там нативные какие-то SDK, с чего я начинал. То есть, вообще, в принципе, с COCOS 2D, который был на Objective-C. И различные моменты. Ну, по большому счету, все языки, все эти движки сводятся к каким-то базовым концепциям, которые мы должны использовать. Вот. Кто из вас занимается вообще разработкой игры 2D под мобильные девайсы? Это хорошо. Один человек. Да. Надеюсь, их станет больше. Каждый захочет заниматься разработкой игры, потому что в какой-то момент все мы задумывались о том, что 2D игры в своей реализации, которой они были до этого, они постепенно отживают свое, но с появлением таких игровых консолей, как Nintendo Switch, мы получаем новую волну этой популярности, потому что сумасшедшие японцы, они готовы в это ряд. Они хотят получать 2D игры и качественного уровня. И, соответственно, мы не можем их растяливать. То есть, потому что нам нужно это делать. Классный игрок — это все зависит от нас. Вот. И все мы в процессе создания игры, основной момент заключается в анимации. То есть, анимации статических картинок, анимации каких-то элементов уровня нашего, либо карта. И всегда у нас возникал ряд моментов в плане, как оживить статическую картинку, заставить ее быть живой и попытаться передать ее эмоциональную и живую жизнь игроку, которая будет пользоваться нашим приложением, либо игроку, в зависимости. Даже вот в предыдущем докладе у Анатолия были ряд анимационных элементов в слайдах. И это заставляло нас смотреть, то есть это привлекает внимание. То есть слайды живые, и, соответственно, хочется на них смотреть дальше. То есть, в принципе, на данном слайде я хотел описать, что общие концепции анимации. То есть у нас есть статическая картинка. Мы добавляем какие-то, то есть кадры, то есть переходные стадии анимации, сделаем ее циклично, и уже видим, что у нас не статическая картинка. То есть ее на более желаем. Вот. Существует, в принципе, то, что я до этого сказал, то есть два вектора развития в плане мобильной разработки игр. Это 2D и 3D игры. Ну, отличие на картинке, в принципе, всем понятно. Я думаю, что многие из нас когда-то играли в детстве, так точно все играли на приставках. И тогда в основном игры были все 2D. Сейчас это 3D, и очень многие популярные игры, которые делались раньше на 2D, их перевыпускают, делают в трехмерной реализации. Нам очень классно, потому что мы ждем этого. То есть это наше детство, то есть ностальгия все же никуда не денешь. И вот в 3D была придумана реализация анимации, работает чуть по-другому. Если мы в 2D работаем с раскадровкой, то есть у нас анимация, по сути-то дело, состоит из различных кадров. У нас есть различные наборы кадров для различных анимаций. Мы можем всячески детализировать, порезать наш спрайт на кусочки и анимировать их отдельно. Но всегда это упиралось в чем, что у нас нужно большое количество, чем больше у нас жизни в игре, тем больше нам нужно картинок. Картинки, каждая загрузка картинок требовала определенных ресурсов. Соответственно, их начали объединять в атмосы, то есть мы создаем, чтобы загружать и выгружать только одну картинку большую, которая содержит весь набор анимаций конкретного персонажа. Но все равно, то есть чем больше мы хотим сделать анимации, тем больше у нас размер этой картинки. Плюс постепенно у нас растет возможности девайсов и, соответственно, мы хотим их видеть все более детально. В 3D-шке это будет чуть-чуть по-другому. То есть мы берем скелет, создаем скелет, по сути дела, вот как на нижнем слайде картиночка, то есть показывается, как в анатомии человека, это взаимосвязные элементы, как кости, то есть где наш мэш будет иметь возможность делать изгиб. Дальше мы привязываем к каждой кости элемент взаимодействия, то есть насколько она управляет общим положением 3D-объекта, то есть мэша. То есть красный полностью контролирует, желтый-зеленый переход, насколько оно влияет и деформирует данную фигуру. И с помощью этих элементов мы создавали скелет, то есть это аниматоры-диаволюмисты дают скелет, и мы этот скелет уже, который владел ригом, риг это сам скелет с контрольными точками, который позволяет нам двигать части, там, ладонь, ступню, и, соответственно, всю взаимосвязь между ними. И мы в своем проекте, по большому счету, вначале началось, что мы хранили модель и набор анимаций. Сейчас вообще, в принципе, сам движок Unity позволяет нам записывать анимации внутри движка, то есть там уже только скелет. То есть у нас есть скелет, у нас есть модель, все анимации, которые мы захотим, тех-специалисты, то есть не обязательно это программист, то есть это больше дизайнер уровней может быть, то есть он может создать, подкорректировать анимацию прямо непосредственно в движке, что упрощает количество работ, то есть оптимизирует. Вот, и в какой-то момент в компании Unity появилась такая идея, а что если мы объединим эти подходы и в 2D начнем использовать подход 3D. Насколько это упростит работу обычному Unity-разработчику, и насколько это ускорит весь процесс создания анимации в мире. Началась эта история достаточно давно, когда Unity попыталась создать свой ассет анима 2D, которая позволяла накладывать скелетную анимацию, но с каждой новой версией они меняют, часть переписывают, и сейчас, на текущий момент, то есть по информации, которая была на Unity в Берлине, у них для 2D инструментов, то есть для 2D разработчиков, есть ряд инструментов, которые позволяют упростить нам жизнь. Первый, это основной с точки зрения анимации, это 2D анимейшн. Это, по большому счету, набор инструментов, которые позволяют нам в среде Unity создать скелетную анимацию, скрывать скелет, привязать к ней к спрайту, и дальше уже заниматься анимацией. Как это происходит? Происходит это по принципу того, что мы создаем меш, то есть мы все равно меш создаем, на который накладываем наш скрайд, как текстуры, и дальше деформируем уже этот меш, по той же принципу, то есть как только мы видим его с одной стороны. Дальше у нас есть набор инструментов 2D-IQ, то есть для создания инверсной кинематики, то есть любые механизмы, если кто не знает, инверсная кинематика, это, по сути дела, поведение взаимосвязанных элементов в пространстве, то есть анимирование, то есть у нас рюка, у нас рюка состоит из нескольких узлов, то есть костей, и двигая ладонь вперед либо назад, локоть тоже у нас изменяет свое положение в пространстве. Для того, чтобы каждый раз не подправлять локоть, есть общие принципы, где мы ограничиваем угол изгиба и угол поворота, то есть степень свободы. И с помощью этого анимация становится более естественной. Мы потянули ладонь и получили соответствующий результат и на локте, и на плече, в зависимости от того, что мы хотим увидеть. Вот. Есть также набор инструментов 2D-спрайджей, что в данном случае нам помогает создавать больше сам дизайн уэрни делать. Дизайн уэрни раньше мы там делали тайл-мапы различные, мы их создавали, кто-то в них рисовал каждый тайл, мы их прорисовывали, использовали различный второстепенный софт, который мы должны, ну, потом создавали пару картов, использовали его в движке. Сейчас мы, по сути дела, рисуем один маленький кусочек, все остальное, все островы для платформеров, островки, все различные криволинейные маршруты, даже ветки у деревьев, то есть которые растут по криволинейной траектории, мы можем создавать с помощью 2D-спрайджей. То есть это, по сути дела, тайлинг одной текстурки по кривой линии, а дальше мы там посмотрим, какие законы мы можем это использовать. Вот, и 2D-пиксель-перфект в плане возможностей, что сейчас с появлением новых девайсов качество дисплеев изменяется, то есть и нам порой достаточно сложно адаптировать нашу 2D-картинку, это не 3D, то есть где мы скил делаем и материалчик накладывается, только нужно переживать о качестве текстуры на самом материале. У нас, как бы, картинка от масштабирования теряет свое качество. И вот данный набор инструментов помогает нам максимально сохранить качество на разных размерах экрана и вообще дизайна. Вот. Теперь чуть более подробно о этих элементах. то есть 2D-анимейшн. То есть в данном здесь есть ссылочка на техническую документацию и, по сути дела, дату релиза, чейнджи-логи, то есть что они выпускают. Эта возможность появилась в Юнити с версией 2012.2, и мы можем, в принципе, свободно сейчас использовать, хотя она еще дорабатывается. То есть это достаточно свежий функционал. У нем есть, как в Юнити, достаточно принятая концепция. У нем есть баги. Но мы подписываемся, когда на это тестирование. Мы готовы с этим. Но могу сказать так, что когда первый раз запускаешь, есть и отлага, которые вылазят, осыплятся. Но потом ты со временем понимаешь, как что должно работать. И у тебя уже не возникает такого количества ступорных моментов и проблем с тонкостями работы на Юнити. Когда это... Опытный пользователь всегда лучше, чем начинающий просто. Ты не знаешь, что он нажмет, и никто не может это знать до конца. Поэтому мы всегда сталкиваемся с такими какими-то нестандартными багами, когда только начинаем осваивать это. И суть данного набора инструмента заключается в том, что у нас есть... Это в редакторе Юнити происходит. То есть мы открываем спрайт-эдитеры, и у нас появляется возможность создать скелет. То есть мы создаем скелет, то есть где у нас ручки, что мы хотим анимировать. Ножки, то есть все появляется. Дальше мы по этому скелету мы создаем... Точнее он создается по картинке. Мэш. То есть мэш, по сути на дело, мы указываем, сколько мы хотим видеть точек вдоль грани, и насколько детально прорисовать. От этого будет зависеть качество деформации, которую мы будем делать. После этого деформации, того, куда создан мэш, мы можем перейти к моменту привязки каждой косточки к соответствующему элементу картинки. На текущий момент оптимальным является... Мы можем отдельно раскрашивать элементы, какие как мы захотим, есть функционально. Но как и в 3D-редакторах типа Blender, у нас есть возможность автоматически. И автоматически всегда достаточно качественно это делают, потому что, если у тебя модель правильно или картинка спозиционирована, то, в принципе, достаточно хороший и качественный результат. Дальше у нас 2D-IK, то есть это для инверсной кинематики. Вот здесь на картинке видно, по сути, это дело, то есть указав, в какую сторону будет происходить изгиб связанных элементов и ограничив угол, максимальный или минимальный угол изгиба и направления, мы можем создать физику поведения руки, позвоночника, ноги, различных элементов. То есть это могут быть механизмы какие-то, конвейерные, например, роботы и прочее. То есть мы можем адаптировать данный тип анимации под различные элементы, окружающие нас при создании игры, что нам упрощает в наше время изотряло. Дальше 2D с прайдшей. То есть вот то, что я описывал, раньше мы для всего этого создавали отдельный файлик. И мы вот это все перерисовывали. У нас возникало достаточно много тонкостей, как делать криволинейные изгибы на картах выровней, как к ним привязывать объекты и вообще, ну вот сколько нужно, то есть какой набор самой картинки Атласа у Эрни будет по итогу всей реализации. Либо вот как нам сделать вот такое вот положение ветки у дерева и кореней, и чтобы у нас таких деревьев по уровню было 20. Но при этом мы не 20 отрисовали художнику, а потом одно дерево не подходит. Мы говорим, блин, давай, чувак, перерисуй, что это все. Мы говорим, «Да ну мне что надо сейчас еще делать?» А ты постоянно ему заставляешь, мучаешь перерисовывать эти картинки, потому что у тебя кончик ветки, откуда должен твой персонаж прыгнуть дальше, не сходится с дальнейшей частью уровня, потому что художник, но они все творческие люди, они могут на глаз рисовать, то есть никто не рисует по математике. В большинстве случаев художник начинает более абстрактно рисовать, то есть это мы подходим четко к координате положения конечной точки. Плюс есть ряд моментов, когда мы хотим создать островки, в основном для платформеров различных, то есть мы должны создать этот островок, либо даже, что более важно, например, динамически его создавать, то есть у нас идет уровень, персонаж бежит, в зависимости от того, что он сделал, либо куда он прибежал, мы хотим построить дальше, ему будет либо вверх, на бока, либо вниз, к подземную. И дальше мы уже должны как-то это сделать. Но мы на моменте создания уровня не знаем, куда он пойдет, куда он дойдет даже. Поэтому мы должны оставить две возможности, и в зависимости от этого подкорректировать уровень, создать его чуть-чуть другим. Тем более сейчас, в последнее время, все же, в игровой индустрии достаточно популярные игры, которые содержат своего рода рандомную механику. То есть, когда у нас есть уровень, и мы каждый раз, пытаясь его прийти, получаем какие-то новые элементы. То есть, что-то, либо у нас выпадает с коробок разные элементы, либо карта чуть-чуть меняется, либо общее положение деревьев, или как-то смена дня и ночи и погодных условий. То есть, игроки любят это. То есть, любят разнообразие, потому что чем больше мы можем реализовать функции геймплея, чем больше часов геймплея у игрока будет, тем больше, по сути дела, удовольствия от игры он получит. И это важный элемент. Дальше 2D Pixel Perfect. Это, по сути дела, в зависимости от размера экрана дисплея вашего девайса мобильного. То есть, мы можем плюс-минус гарантировать, что у пользователя на Android и Samsung версии, либо на планшете Apple будет одинаковая графика. То есть, выглядит наша игра будет одинаковая. Что, по сути дела, является важной частью. Вот. Дальше я бы хотел показать часть практических моментов, то есть, как это работает на практике и насколько это упрощает нашу жизнь. Поэтому скачал с интернета набор спрайтов, то есть, это кактусы. Создал вот такой проект фон, поставил пара кактусов и, имея всего-навсего у себя по одной картинке каждого блока, я смог создать вот такую анимацию. Это достаточно простой. Я не углублялся в то, что мы можем, по сути дела, анимеривать каждую отдельную конечность персонажа и объединить их как дочерние объекты. Но, по сути дела, я бы взял просто в лоб статическую картинку максимально просто, потому что для начала понять общую механику, а дальше тот, кто уже занимается разработкой на юните, он хорошо понимает, как создать дочерние объекты, как сделать с этого префаб и как дальше это использовать. То есть это уже, по сути дела, чуть другие аспекты. То есть вот у нас есть такая анимация. Как я ее получил? Получил я ее очень просто. У меня есть картинка. Вот я специально даже оставил один элемент ну начнем начале с того вот может который уже за аниме где есть скелет и потом я оставил один спирайт где я смогу это сделать. Так, чуть-чуть качество дисплея будет, но вот. У нас когда мы открываем спирайт эдитар у нас а начну наверное с того, что в юнити появилась такая функция чудесная как package manager который нам позволяет если мы там подписаны на бета программу либо устанавливать различные компоненты которые разработаны компанией юнити для оптимизации нашей работы. И последнее таки для 2D элементов используется вот этот набор 2D animation 2D IK 2D Pixel Perfect и 2D Sprite Shape. Об этих элементах я рассказал. То есть мы заходим в package manager здесь у меня сейчас кнопка remove если она не установлена вот как здесь вот если у меня не установлена кнопочка install то есть в данном случае у меня она уже установлена то есть удалить либо изменить версию для того чтобы package manager нам позволяет достаточно удобно и быстро адаптироваться под новые версии потому что все же юнити перешли в свои разработки на достаточно активный итеративный процесс и мы покупаем подписку для того чтобы получать максимально новые апдейты и bugfix плюс новый функционал и не ждать год покупать новую версию то есть мы достаточно оперативно можем сейчас начинать использовать это начинать тестировать если подписано на бета программу мы можем это тестировать давать свой фидбэк это поможет компании сделать ее продукт лучше вот то есть после того как мы установили у нас появляется спрайт эдитар функция бон эдитар то есть редактор костей так почему у нас ага вот вот такие мелкие нюансы в юнити они всегда есть то есть ты заходишь блин день недели перезапускаешь сцену все появляется ну это к сожалению не старается это решить вот мы создаем скелет то есть как я его себе вижу то есть вот я такого типа человечка паука на основу здесь есть различные инструменты первое это для создания непосредственно кости основной дальше там свободная кость привязанная к элементам я сейчас покажу как это работает инструмент для передвижения объединение дочернее и не дочернее то есть разделить кости то есть вот если у нас есть в цепочке они чтобы их разбить и сделать ее отдельно либо же удалить кости то есть по сути у него достаточно стандартный редактор кто занимался этим то есть в плане 3D он очень четко понимает что дальше у нас есть вот то о чем я говорю что генерация меш вот он меш то есть здесь при генерации ну что это показывается при создании должно а мне может быть сейчас может не вот по всей видимости это из-за того что у меня все весь intf сжимается из-за качества сп поэтому я не могу сейчас показать но здесь когда нажимаем в дом генерации у нас появляются три ползунка которые позволяют что решить первый ползунок как в magic палочке в фотошопе насколько мы относимся толерантно к прозрачности степени прозрачности для чего это нужно для генерации контура объемного тела которое мы хотим получить с нашего спрятания вторая дает ползунок определяет детализацию контура то есть вот сколько мы хотим получить точек на каком расстоянии вдоль контура нашего меша и третий показатель насколько мы хотим детально разбить вот эту сетку внутри самой фигуры количество точек количество меша самого то есть элементов внутри напрямую влияет на качество анимирования которое мы получим то есть ну и при этом увеличивает количество ресурса затрат на данную анимацию но мы должны в зависимости от картинки для себя решать что мы хотим после чего мы переходим в вкладочку здесь вот появился но он достаточно громоздкий вот у нас есть возможность сделать генерацию веса этих элементов то есть вот мы сделаем определяется то есть как каждая косточка влияет на новосозданный меш все после чего мы заканчиваем работу в спирт идиторе и переходим непосредственно в наш нашу сцену и добавляем на сцену я сейчас секундочку мы добавляем в сцену нашего персонажа вот он то есть имя и дальше нам нужно к нему присоединить спрайт да не я уже адаптирую хорошо что на ноутбуках все же тачпад позволяет много функций делать поэтому буду пальчик вот мы добавляем скрипт спрайт скин не мышь не спасибо вот он пока пустой по умолчанию но здесь есть кнопочка кролит он подтягивает с нашего спрайта все кости и мы видим уже нашего персонажа вот так после чего дальше мы уже работаем с нашим спрайтом в классическом аниматоре либо анимейшн то есть мы записываем клип какой мы хотим сделать то есть это нам позволяет взял меш вот за косточку мы можем ее деформировать как мы это сделаем это уже зависит от нас и в принципе мы создаем анимацию так вот вот у нас есть анимация мы ставим на запись пытаемся их чуть-чуть определить машины дальше переставляем следующие планы где мы вот и строим предположим чтобы зацепить правильно данный элемент ставим ставить его позицию все после чего можем запустить анимацию и увидеть вот наш результат того что мы сделали с одной стороны на текущий момент данная анимация данный набор инструментов позволяет работать только с одной картинкой но пока сам набор инструментов не позволяет нам делать цельную цепочку но мы можем обладая знаниями дочерних объектов юнити мы можем сами создавать эти цепочки то есть делать отдельные анимации на руки отдельные анимации на голову часть и уже аниме когда у нас 2d графика мультяшная нам не нужно супер качественные там живые анимации как это делают люди то есть и много анимаций мы можем сделать вот такие и уже персонаж живой вот и дальше мы поставим его где-нибудь на нашей сцене так 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 переместим сюда вот дальше в принципе что нам у нас вот есть тест здесь все он у нас анимация цикличная все то есть отлично вот в принципе можем запустить есть это наша сцена я делал различные анимации то есть все каждому можно передать эмоциональную составляющую твоего твоей в принципе очень классно мы создавали делали игру которая как платформер под водой и когда у тебя под водой есть элементы воды если все эти кораллы рифы и прочие фоновые штуки которые должны как бы как дышать как находиться в невесомости вообще мера классно подходит то есть это супер решает эти задачи а как раз эти элементы когда мы хотели анимировать они достаточно большие потому что например есть какое-то дерево либо куст он должен торчать у нас в камере 30% но мы должны видеть как он считается потом мы переходим на какую-то следующую часть уровня и мы видим другие 30% этого куста и это всегда большие какие-то спираты чтобы поддержать качество картинки которые занимали у нас достаточно большое количество ресурсов места когда мы создавали эти атласы с них и всегда с фонами по релаксам всячески всегда старались этот вопрос решить то есть но всегда это было и я думаю что будет ближайшее время точно вот это по сути это дело и весь элемент то есть дальше мы можем сюда прикрепить физику и добавлять какие-то физические штуки уже дальше развивая это если учесть что в юните с развитием появились такие элементы как таймлайн и сцен менеджер то мы можем создавать очень прикольные анимации клипы даже такие мне написал даже строчки кода что по сути делать достаточно удобно потому что многие порог вхождения для работы в юните значительно понижается и часть работы которую в свое время вкладывала на программиста она переходит на другие люди а программист уже решает непосредственно более математические задачи более тонкие реализации механики которые необходимо в любой игре сделать вот и хотел еще показать вам компонент это спирайт шейм в данном случае вот у меня один спирайт шейм вот как это работает у меня есть вот такой островок он один это одна картинка и дальше я создаю любую форму в режиме редактирования у меня есть как добавить точку так ее и перевестить то есть я могу сделать путь абсолютно любой какой мне нужен в данной ситуации есть компоненты которые позволяют даже привязать наши элементы которые находятся на этом пути к маршруту и тогда нам не нужно переставлять их мы просто работаем с компонентом изменения маршрута в данном случае есть несколько функций есть первый изгиб вот здесь под 90 градусов то есть как линейный то есть он вот так работает то есть мы если видим да видно то есть четкий переход между двумя между углами есть по кривой то есть мы вот как кривые без мы можем корректировать делать изгиб и настраивать то есть от этого мы можем замкать то есть два режима отдельно когда мы контролируем каждую вес грани и когда мы они взаимосвязаны вот то есть сегодня два режима кривой демей мы по сути это дело есть переключатель открытая и закрытая то есть мы можем замыкать ее в цельную цепочку и здесь мы указываем то есть глубину то есть где она находится то есть по оси для того чтобы плановость тоже корректировать вот это один островок и вот второй островок это вот такой вот один как капелька другой более классический для платформы когда нам нужно заполнить внутреннюю составляющую тоже каким-то материальчиком как это делается у нас появляется после установки этого компонента возможность создать вот спирт шейн и мы создаем либо пустой ну вот не пустой либо линии либо замкнутую фигуру дальше у нас есть такой вот крыжок который помогает нам определить как наша текстура будет выглядеть вот то есть у нас финальный островок спираль будет выглядеть с разных ракурсов сверху ну и мы можем задать угол ну в данном случае по умолчанию с 5 градусов ну отлично у нас вполне островок после чего вот здесь у нас появляются функции добавить спираль и мы вот сюда наш спираль чудесненько передаст и он показывает сверху будет выглядеть вот так то есть вот у меня все островки они сверху дальше я хочу перевернуть и показать что здесь будет ну вот как земля вот у меня кусочек вот снизу тоже будет ну и так дальше я могу застапить весь то есть у меня вот есть уже готовый сейчас скажу вот так вот это уже вот вот это готовый у меня шагом 45 градусов вот на базе него сделаны эти два компонента дальше у нас есть какая возможность мы указываем здесь текстуры которые кусочек будет заполнять внутреннюю составляющего этого сперакта то есть вот здесь мы указываем и указываем углы покажу что причем я мы выделяем этот элемент и переходим в режим редактирования выбираем этот угол и вот здесь его надо отключить у нас появляются вот такие вот штуки за счет того что мы выстраиваем маршрут прямолинейный то есть у нас есть углы и они выпадают как это решается решается это путем того что мы имеем функцию вот возможность точнее задать эти непосредственные кусочки то есть это у нас внутренние углы либо внешние углы нашего старка и мы здесь задаем то есть у меня вот есть это левый угол кусочек середины и правый угол все мы их задаем и когда мы уже переходим в режим редактирования и выделяем угловую точку у нас есть возможность указать угол какой будет отключен либо угол автоматический то есть если мы ставим автоматически система берет с этого крафайла считывает какие мы параметры убили то есть какой мы показатель угол указали и начинает заменять этот кусочек ну и соответственно мы получаем различные расстрелки в данном случае все принципы которые были при создании линии по криволинейной работают и здесь и в данном расстрелке один и тот же крафайл используется то есть нам не нужно все зависит от того какой я в режиме редактирования для каждой точки выберу переход вот здесь он криволинейный если я поставлю вот так то есть у меня уже будет больше островок на предыдущий похож то есть я могу добавить точку поднять ее и создать какие-то новые элементы вот либо включить здесь по кривому он сам сойдем красиво и все будет вот создание дальше сам процесс создания вот после того как мы создали приапайл заключается в том что мы в гейморджекте у нас появляется 2D спирайт шейп и ну вот в юнити есть достаточно удобная фича если мы хотим создать какой-то спирайт шейп на основе определенного приапайла мы его выделяем вот в нашем случае мы его выделили и когда мы создаем новый спирайт шейп он создается именно с выделенным приапайлом дальше мы его редактируем вот я сюда перетянув эти элементы здесь я захотел добавить точку поправить здесь переход с изгибом здесь я включаю угол вот полагон не включился вот еще вот точку может не захочет так вот здесь мы передвигаем все элементы то есть если почему возникает такая ситуация что преподает текстур когда мы создаем профайл у нас есть крыжок с указанием процентов где есть есть переходные зоны чем больше мы сделаем тряпление на градусы и укажем текстуру какую в этом диапазоне показывает тем меньше у нас таких нюансов когда мы реально криволинейную фигуру создаем кривую то есть нам нужно как трепод корректировать вот здесь редактор то есть мы чуть-чуть вытаскиваем у нас есть здесь закрепление здесь тоже ну вот в принципе то есть у нас появился объект дальше с помощью двух компонентов дальше мы можем уже этот объект дгб физику какую-то дополнительную анимацию то есть уже передвижение этих островков ну как в принципе в любых классических платформерах мы делаем вот ну наверное вот это все что я хотел показать данные штуки все есть на ютубе в основном они подвязаны к юнайтам различным то есть где показывают все нововведения движка и возможности которые у нас появляются и реально вот почему я решил рассказать о скелетной анимации ну мало официально мало где они публикуют о том что это есть и это уже можно использовать в своих проектах но очень полезно решает очень много задач я надеюсь что они будут дальше развивать и это позволит нам очень быстро создавать реально классные 2d платформы спасибо ты можешь это делать как любой компонент это же по сути это дело как в юните все построено на компонентах то есть у меня есть деймо я к нему приостаню компонент который позволяет используя мой пропайл пропайл конечно у меня один то есть конечно я его создав могу дальше указывать этой точке перебирать то есть массив точек это криволинейного маршрута указывать что в этом делать там по пизде в это прямолинейный переход и соответственно я могу с помощью скриптов сделать генерацию уровня то о чем вы говорите но вот тут как раз и получается что мы уходим от того что программист не занимается нарисованием этой фигуры программист больше делает уже генерацию его более живую в коде чтобы в зависимости от состояния игры либо итерации у нас уровень выглядел по-другому а общую концепцию как этот островок будет выглядеть делает отдельный специалист он для нас создал этот пропайл и мы уже этот пропайл в коде через наш скрипт который мы должны написать можем изменять редактировать как любые компоненты в юните и создавать свои уникальные то есть маршрут например ветки как они растут то есть есть куча раньше игр они в основном делались на 3д все заключалось в том что ты бежишь выбегаешь возле дерева и начинают ветки расти то есть ты видишь эту динамику достаточно было сложно на 2д сделать потому что деревья большие картинах нужно было много и в основном фон делали трехмерно а впереди тоже в плоскости бегают с картинами сейчас это можно сделать с помощью этого инструмента но он конечно же несовершенен в плане того что невозможно привязать несколько спрайтов пока он не работает корректно с ними но они занимаются этим то есть я думаю что уже сейчас мы можем начинать адаптироваться под подобный формат написания игр и левел дизайна и со временем мы реально увидим готовые продукты с использованием этих наборов инструментов в смысле с веб-дизайном мы можем проект сгенерировать под там флеш либо веб как играет и у нас вставить веб-страницу этот компонент будет работать то есть это веб-страницу не будет веб-страницу смысл но мы можем ее сделать автоматически ну либо либо она может быть там по нажатию на какую-то кнопку то есть вот например я не знаю вот я сейчас сталкивался есть сайт вот если кто-то занимается там смешно Magic Leap вот они сайт сделали у них вот такие элементы они трехмерную сцену вставляли в свой сайт часть то есть как баннер и ты с помощью скривого как перемещаешься перемещение камеры на 3D сцене когда мышка в фокусе этого элемента потом начинается обычный лендинг-пейдж то есть наша информация информация и фута они тоже вставляют такую анимацию типа как виртуальный мир поглощает реальный мир и они вот эти анимации меняют то есть по сути дела сайт сам основной скелет его на HTML написан либо на PHP то есть вот эти кусочки которые они создают в Unity либо в подобных редакторах они вставляют либо в фрешок либо через с javascript то есть все зависит от того они отлично работают то есть я пробовал данные тузы под mobile то есть сборки под его с Android все работает отлично под вебку не собирал не пробовал но приеду домой попробую обязательно но мне кажется что проблем не возникнет больше могут возникнуть проблемы из-за какой-нибудь пожимы в самой Unity это может быть при самой сборке но проблем вставить вот этот проект саму анимацию то есть вот в таком виде вот вот такой типа у нас хедер будет на главной странице любого лендинга вообще не проблема то есть мы можем баннера сделать то есть это в таком формате интегрируем если делать да не я обязательно попробую честно вопрос хороший я попробую по поводу веб вставить в лендинг если интересно я могу потом скинуть результат то есть как это будет работать то есть на примере вот уже этого тестового проекта просто вставлю в вебку и посмотрим ну а дальше уже все зависит от дверствия конечно можно я я делал у меня были ряд проектов в плане дополненной реальности когда нам нужно было использовать элементы интерфейса UIKit либо Android SDK но сцену которой мы управляли с помощью этих кнопок была на Unity ну потому что достаточно сложно когда у нас еще не было UIKit и сценаредактор в Xcode это было достаточно проблематично то есть создать качественную быструю 3D визуализацию и делали то есть в Unity ты пишешь общую сцену дальше выводишь какие-то элементы взаимодействия на нативный интерфейс и у тебя в твоем проекте например это отдельная вьюха то есть с 3D и ты управляешь подаешь какие-то сообщения что ей нужно сделать то есть это абсолютно работает это работало раньше в данном случае такие корресные нюансы я еще не использовал в этом но если это работало еще в Unity 5 то почему она не будет работать здесь то есть ты можешь сделать фон вот здесь анимировать его красиво а потом на этот фон в нативе уже накидать кнопки либо там какие-то свои элементы которые ты захочешь делать и это ускорит тебе по сути работа но поддержка сложнее потому что когда человек не знающий там Unity открывает он видит блин тут какой-то кусочек он вставляется на вьюшке и на нем завязана вся анимация сложнее в поддержке понимание самого проекта что у тебя и такая часть и такая часть нужно два специалиста разобраться но по большому счету это возможно так еще есть вопрос то большое спасибо